Есть проблема номер раз. Ее я осознавал в принципе с детства. Перекос черепа. То есть, если свернута талант, если свернута шея, да даже если перекошен таз или сбита поясница, голова, если начинает склоняться, а тело, кстати, я говорил, до последнего стараются голову держать вертикально, даже если все тело уже в сколиозе, а голова все еще прямо. Но и это тоже мы теряем рано или поздно. Челюсть-то висит на мышцах. Мышцы-то одинаковой длины, суставы вот. То есть, голова перекосится, челюсть перекосится. Она перекосится не так, а на сторону. Она перекосится. Соответственно, полного соответствия, как бы вот такого вот, вот такого соответствия между зубами уже не будет. К чему это приведет? Это приведет либо к стиранию, либо к сколам, либо все вместе. Разумеется, это еще параллельно будет разбивать верхний челюстной сустав, там спазм и деградация. Разобрались. Причина номер два. Если большие проблемы с грудью, а я в этом немножко шарю, потому что много у меня всяких с позвоночником было развлечений. Если у вас проблемы с грудным отделом позвоночника, то применительно к зубам диафрагма тонус свой адекватный теряет. Верхняя часть пищеварительной системы адекватность управления теряет, все вместе приводит к рефлюксу. Рефлюкс это когда содержимое ниже лежащего отдела пищеварительной системы забрасывается в вышележащий. То есть, если это желудочный, то, соответственно, желудочное содержимое забрасывается в рот. Если там ниже, то, соответственно, желчь заходит в желудок. Чем больше сбит грудной отдел позвоночника, хотя и к шее это тоже немного относится. Кстати, когда шея сворачивается, если очень сильная спазма, то и блуждающий нерв может раздражать, а блуждающий нерв отвечает за активацию всей пищеварилки. Рефлюкс меняет PH, то есть кислотность той среды, в которую входит. То есть, если во рту щелочная среда, для пищеварительных ферментов верхнего уровня слабая щелочная среда, то кислота желудка, попадая в рот, эту щелочь, соответственно, гасит. Если ее много, а кислоты уж если забрасываться, то много, а превращает ее в кислоту. Причем слабый рефлюкс это когда что-то происходит ночью, как говорят, там не ешьте на ночь. Ну, если бы делал именно в еде на ночь, хотя, конечно, чуть-чуть тоже. То есть слабый рефлюкс. Ну, то есть, слабый, в смысле, что регуляция работает, проблемы слабые. Ну и хорошо. Это происходит ночью, сильный рефлюкс на нервике. Обычно еще параллельно изжога происходит тоже. А очень сильный рефлюкс, это когда вообще у вас просто во рту кислота. Просто ощущение кислоты и все. Чем дольше, ну, 24 часа в сутках, чем дольше из этих 24 часов среда во рту либо нейтральная, либо кислотная, не дай бог, тем больше во рту развивается неадекватная микрофлора. Неадекватная, достаточно агрессивная микрофлора. Собственно, эта агрессивная микрофлора вместе с кислотой, зубную, мальта и рушит. Добавим сюда то, что я уже сказал, то есть насчет несоответствия, стиранимости там и сколов, но это еще ладно. С тонкого кишечника может забрасываться желчь и весь этот непонятный коктейль может еще забрасываться в рот. И у взрослых, если обычно сил хватает хоть как-то этими сфинктерами управлять, то у детей с побитым позвоночником я какого-то беспредела не встречал. Кстати, черный налет несмываемый, не счищаемый зубной щеткой. Родители тоже ищут, там в интернете ноль информации гастронтерологов, ноль стоматологов, ноль информации. Откуда черный налет? Я говорю, сейчас позвоночник вправим, через месяц сам пройдет. Не может быть. Может, не может, в общем, если рефлюкс прекращается, то и налет уходит тоже. Так вот весь этот коктейль непонятно, желчный кислотно-щелочно-ферментный, кстати, о ферментах. То есть микрофлоры, микрофлоры, но ведь в желудке еще выделяются ферменты, а в желчи, там, с панкреатическим соком их еще больше. Хищник переваривает кости жертвы. Про змей, да, то есть глотает тушу целиком и ничего, как бы, неизвестно, как в туалет ходят, ну как-то же ходят. И не протыкаются они этими костями и переваривают их. Ну не целиком, но много переваривают. Так это змеи. Эти вон, волки там всякие. Они, конечно, да, стараются выедать мясо, но иногда они с кусками костей загладывают. Большей частью переваривают и часть, ну, просто у них выходит в таком обесоформленном виде. А нам зубы нужны, между прочим. Ну, достаточно заточенный, это все-таки инструмент. Так вот, это я про силу ферментов говорил. Вот это вот все, попадая в родовую полость, собственно, просто переваривают зубы. И если бы дело обстояло только так, как я описал, это еще, ладно, это еще жить можно. Ну, казалось бы, там, чистить зубы три раза в день, полоскать после еды, все живого, поласкивать или все круто. Если есть проблемы с стыковкой зубов, а если череп перекошен, то зубы стоят, они как бы неровно стоят по определению. Перекосы там неадекватные, выбивающиеся из зубного ряда как бы представители. Брекеты многие подростки носят. Я, допустим, сам зуб зализывал, там, то ли клык, то ли чего, в общем, вытащился из, ну, то есть, ряд и раз, он торчит наружу. Стоматологи сказали, залежи, встал, вроде бы все хорошо. Но чего природа глупая, что ли, что так делают? Это изначально перекосы не только позвоночника, но и перекошенного черепа у детей. То есть, в общем-то, если полная жест зубами, это, в общем-то, с детского возраста. То есть, молочные зубы растут как-нибудь, а коренные в процессе роста подстраиваются под перекос, отстраиваются под кривизну друг друга, промежутки между зубами неадекватные. Они не плотные, как правило. В это место будет попадать пища. Вот на этой пище будет фиксироваться микрофлора, которая неадекватна, фиксироваться ферменты, которые забросились. Ну, там, сахар, который превращается там в кислоту, допустим, тоже никто не отменял. И то, что я описал, оно ведь еще очень сильно вредит деснам. И если кариес, допустим, пришеечный, то есть местный иммунитет около десны, он уже нуждается тоже в кровотоке, как и любой иммунитет. А если в голову крови мало поступает, то каком местном иммунитете идет? Все, нету зубов защиты. То есть, бросьте эмаль в кислоту, через сколько времени от нее ничего не останется, правильно, зависит от силы кислоты. Эмаль будет беззащитна, можно учиститься, можно уполироваться, можно делать что угодно. Ее просто будет убирать. Соответственно, чтобы решить эту проблему в корне, нужно позвоночник сделать раз, череп выровнять, соответственно, два. Обязательно очень много воды, потому что сошедший с ума кишечник желудком поначалу, ну, в плане заброса, ведь там же еще и рефлекс патологический формируется. Просто вначале хотя бы заливать водой, чтобы начинать выходить из кризиса. Потом потихоньку тренировать диафрагму и дыхалку, чтобы этот вот еще и негативный рефлекс, как бы, чтобы его успокоить. Потом, разумеется, кровоток, то есть, ну, с правкой шеи кровоток разгоняется, да, то есть, растет местный иммунитет. Поэтому, чтобы выйти из кризиса, как бы, кровоток надо тоже разгонять, ну, вода нам тоже для этого нужна. Восстанавливать зубной ряд, то есть, если подростки носят брекеты, полезная штука. Еще бы я бы еще параллельно позвоночник менял и, ну, правил, и кое-какие двигательные стереотипы менял. Был бы вообще вот так вот. Вот тебе профилактика. Класс. Блумбировка должна быть, разумеется, там, из хороших материалов, хорошо заполирована, то есть, стык тканей должен быть хорошим. Желательно, по возможности, ой, господи, сколько же пальцев-то уже, по возможности восстанавливать промежутки зубные, межзубные, если они были, там, допустим, слишком большие. Но это все тактические детали. В принципе, хороший стоматолог все это и так без меня знает. Но ситуация немножко в другом. То есть, хороший стоматолог отправляет к гастроэнтерологу, гастроэнтеролог такой, ой, у вас кислотность повышена. Раз, амезик какой-нибудь или что-нибудь еще потяжелее. А я говорю, что не в кислотности дело, а в самом именно забросе. А заброс это срыв регуляции и неадекватная диафрагма. Почему она неадекватна? Вот сколько я детей не видел, у всех только позвоночник и никакой другой причины. Ну, нет, есть еще другая причина психогенная, то есть, когда человек просто невротик. Но, опять же, почему он невротик? Красном жение мозга нарушено. И все, так или иначе, опять завязывается на позвоночник. Я бы, может, и не хотел, чтобы так было, а вот тем не менее, оно такое есть. И еще то, что касается всех вот этих вот мероприятий. Система защиты. Ротовой полости, в принципе, в кишечнике то же самое. Там должны быть только свои бактерии. Только свои бактерии. То есть, после того, как мы прибрались там, все, что я описал, сделали. Щелочная среда слюны плюс ферменты, они должны убить или просто вымыть те бактерии, которые нам не нужны. То есть, у меня есть бактериогенную вот эту вот флору, которой там абсолютно нечего делать. Ее нужно просто удалить любыми путями. Можно даже ополаскивателями попользоваться первое время там, со всякими там антибактериальными эффектами. То есть, самая лучшая защита, это когда относительно нормальная микрофлора относительно тонкой пленкой покрывает зубы. Вот. И тут сейчас, скорее всего, на эту фразу будет хайп стоматологов. И с ними связано, что не бывает, мол, хорошей микрофлоры. Она так или иначе вся агрессивна. Вот если бы мы опыты поставили, как средняя нормальная микрофлора сахар в кислоту превращает, как в рекламе говорят, и как абсолютно неадекватная гнилостная в кислой этой среде эту эмаль просто расплавляет. Там скорость деградации раз в 10 будет отличаться. Так вот, на фоне того бардака, про который я рассказываю, который вполне себе реален для многих, к сожалению, наша привычная тоже не ахти добрая. Она еще вот такая вот. Здравствуйте, заходите. Называется. Так вот, нельзя с кариесом в рту ходить по возможности. Доделывать надо все, чтобы нигде не было никакого источника этой микрофлоры, чтобы вот эта вот нормальная кислотность вымыла все это лишнее и теперь мы наконец-то жили дружно и счастливо. Ну, разумеется, там чистка зубов никто не отменял, там всякие регаторы, зубные нити и продесны. Десна при наличии хорошего кровотока в голове, при наличии нормального питания, ну вообще, витамины, минералы, белки, при наличии нормальной микрофлоры и нормальной вот этой вот кислотности десне ничего не угрожает, кроме слишком большого промежутка, когда просто травмируют пищу. То есть, ну вот просто пища проходит и начинают десну повреждать. Если промежутки нормальные, то ничего десне не будет при условии, что вот все 4 есть. После всего того, что вот я узнал на эту тему и после того, что озвучил, да, и понял, и принял, и начал делать, хочется просто вырастить себе третью закладку, то есть, ну, вторую коренную, третью в жизни, да, просто вырастить ее себе абсолютно новый комплект и больше как бы не заниматься восстановлением старого. Но пока, честно, как-то не очень получается, поэтому придется информацию каким-то образом структурировать, реализовывать. Я думаю, что все будет хорошо.